Уважаемые слушатели, все те, кто смотрят мой видеодневник, я получаю много писем. И в этот раз мне показалось важным ответить на озабоченность бизнесменов, всех людей, те, кто говорят о том, будет ли обеспечена безопасность в ходе проведения предстоящих выборов. Мы стремительно мчимся к концу выборного процесса. И 10 октября – это день, самый важный во всей выборной кампании. Правительства, власти усиленно работают над тем, как обеспечить безопасность. Это один из самых главных вопросов нынешних выборов. Мы можем сказать, что работа идет удовлетворительно, хорошо идет работа. Мы мобилизовали не только милицию. Милиция сейчас выстроила свои ряды. Вчера министр внутренних дел проводил большой развод на площади перед зданием нынешнего правительства. И мы увидели, что есть боевая готовность милиции. Туда же были приглашены такие же офицеры, как те, кто работает в таможне, финполиции. Все они будут задействованы для сохранения безопасности республики. Но мы привлекаем и нетрадиционные силы, казалось бы. Это охранные частные агентства. Все они откликнулись живо на то, чтобы поработать в тот день и вокруг этого дня. Мы сегодня привлекаем всех охотников по всей республике. Мы привлекаем также всех таксистов, которые будут на связи с милицией, для того, чтобы известить, если где-то какой-то ЧП. У нас будет налажена оперативная связь. По всей стране будут работать народные дружинники. В Чуйской области и в Бишкеке работа идет хорошо, спора. И такого же результата мы хотим добиться на йоге. Я хочу вас заверить, безопасность будет обеспечена. И мы будем делать все возможное, чтобы люди себя чувствовали уверенно. Дорогие зрители, я хочу поздравить сегодня, 1 октября, всех, во-первых, учителей. Учителя у нас заслуженные, перезаслуженные. Мы только не можем оценить их по достоинству. Мы будем делать все наше общество, чтобы учителя вышли на ту высоту, которую они всегда заслуживали в нашей стране. И в то же время это день пожилых людей. Среди тех же учителей очень много патриотов, людей пожилых, которые не сидят дома. Они составляют значительную долю учительства республики. И среди пожилых людей должна отметить, что мы сегодня, 1 октября, так символично, мы будем отмечать 90-летие нашего очень заслуженного человека страны Кулепы Кондучаловой. Ей исполняется 90 лет. Она 22 года работала на Ниве культуры и искусства в Кыргызстане. Это первый министр культуры. Это женщина, министр иностранных дел. Эта женщина одна из первых, кто стоял у истоков государственности Кыргызстана. Всех вас сердечно поздравляю. Долгих лет вам жизни и крепкого здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова